В нашей стране, как и во всем мире, перманентный макияж давно стал очень популярной процедурой. Как всем известно, пигмент сохраняется в зоне век самый длительный срок, а пожелания наших клиенток со временем меняются. Растушевка на веках – это прекрасная возможность избавить наших дам от посиневших и расплывшихся от времени линий на глазах. Перманентный макияж глаз способен восстановить утраченные с годами краски. Выгодно подчеркнуть индивидуальные особенности лица, скорректировать небольшие недостатки пропорций, создать ощущение гармонии. Как художники используют различные по увеличению кисти для рисования, так и мастер перманентного макияжа может воспользоваться широким спектром игл для растушевок в своей работе. Чем больше игл, тем мягче получается граница рисунка. Особенно удобны в работе плоские пучки игл. Такими иглами возможно сделать четкую линию, а затем, развернув иглу, растушевать ее, не создавая границ. Как известно, пучки с большим количеством игл из-за большого сопротивления кожи травмируют ее меньше, чем одна игла. Однако за счет объемного прокрашивания могут вызвать большой отек и покраснение. Для перманентного макияжа глаз, а именно растушевок, создана потрясающая палитра цветов. Можно использовать любые пигменты для перманентного макияжа брови и век, телесные оттенки и добавочные цвета. Смешивая их между собой, специалист получает безграничное количество оттенков. Очень красиво смотрится в сочетании с черным цветом оттенки серых пигментов – теплой серой и золотой серой. В сочетании с графитовыми оттенками – зеленый гамма цветов, зеленая травяная и зеленая морская волна. Большой выбор телесных оттенков дает возможность камуфлировать в зоне век любые недостатки – пигментные пятна, шрамы и даже морщины. В нашем случае телесный пигмент сглаживает переход яркого оттенка пигмента к натуральной коже, делая его невидимым. Ни в коем случае не рекомендуется в зону век вносить краску в слишком большом количестве. Кожа в этой зоне значительно тонче, чем на других участках тела, поскольку на этих участках меньше сальных желез, она более сухая и чувствительная. Большое количество пигмента может просвечиваться под ней, как чужеродное тело. Особенно это касается светлых красок с содержанием белил. Как и в декоративном макияже, самым важным является не количество пигмента, а тщательная растушевка. Во время работы глаз клиента все время закрыт, поэтому с точки зрения повреждения глазного яблока процедура безопасна. Также невозможно повредить ресницы во время процедуры, так как ресничные луковицы находятся в более глубоких слоях кожи, чем те, в которые вводится пигмент. Техника растушевки дает нам возможность увеличить глаз и придать ему миндалевидную форму, избегая четких направленных линий. Эта техника еще удобнее тем, что может использоваться как база перед нанесением декоративной косметики.